я перевела значит петли рукава с дополнительной нити на спицу и нам сейчас нужно будет добрать вот здесь вот в области подреза и в области ростка да на спинке мы вывязывали росток высотой 2 сантиметра и нам нужно будет набрать здесь петли для того чтобы естественно не было отверстия все эти петли они включатся состав рукава значит смотрите я набираю петли с таким учетом чтобы здесь не было у меня отверстия никаких но 3 4 значит могу сказать что крайние петли на вот эти которые мы брала с этой стороны что мы провяжем по 2 вместе вместе вот с петлями со спицы так 4 так если здесь наберу будет дырочка вот если отсюда то не будет 5 дальше смотрите вот здесь идет подрез здесь если мы будем поднимать петлю у нас будет отверстие поэтому мы будем петли поднимать вот таким образом вот из одной петли и из другой с помощью крючка вот где две петли соединяются вот так так сравниваете отверстие не так значит много думать чуде ну вот так это будет у нас уже раз два три четыре пять это шестая петля дальше здесь идет соединение двух петель седьмая петля и наверно восьмую петлю и вот эту парку тоже подниму ну и эти петли мы провяжем вот так 2 вместе они сблизиться эти две петли реглана так мы подняли два четыре шесть восемь петель из не то из этих 8 нам нужно значит вот эту петлю провязать вместе вот с этой петлей и подтянуть хорошо вот таким образом здесь мы будем вязать значит все скажу один ряд узора то есть у нас смещён узор сейчас там где лицевая мы вяжем изнаночной где изнаночная мы вяжем лицевую и следующий ряд мы будем вязать уже платочной вязкой так здесь вижу узором вторая спица так узора поэтому здесь начинается с лицевой изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая вторую спицу мы довязываем вяжем в третьей спице так над изнаночной вяжем лицевую дали изнаночная и так далее пузо так третью спицу мы провязали и сейчас нам нужно будет провязать четвертую спицу так здесь у нас изнаночная поэтому мы ее провязываем лицевой до соответственно нашему узору последнюю петлю с этой спицы мы не провязываем нам нужно будет ее провязать две вместе так изнаночная лицевая и вот эту петлю мы не провязывая я снимаю и провязываю со следующей петлей для того чтобы у меня между ними не было отверстия так я провязываю изнаночной так и значит у меня смотрите вот изнаночной вот вернее и вот по две петли осталось всего четыре петли до 4 так мы определяем ровно середину нам нужно определить ровно середину вот и провязать эти петли для того чтобы у нас конец четвертой спицы начала первой спицы это было ровно середина рукава мы здесь вдоль этой линии будем делать убавки на рукаве по моему я все правильно сделала здесь так вот таким образом и так я повесила маркер это у нас будет начало ряда следующие 6 рядов мы будем вязать платочной вязкой начинаем с изнаночной с изнаночных петель значит это будет первый ряд следующий ряд мы будем вязать лицевыми петлями потому что мы вяжем по кругу значит провязав 6 рядов мы сделаем расчет на убавки вот так вяжем по кругу 6 рядов платочной вязкой чтобы у нас повторялся узор как вы здесь вяжем самостоятельно так мы дошли до рукавов и нам нужно сделать расчет как нам делать убавку рукавов вот у нас рукав исходно у нас 52 петли значит до манжета до резинки у нас будет 26 петель значит величина манжета высота манжета 4 сантиметра высота рукава 14 сантиметров сейчас нам нужно сделать определить сколько рядов нам надо провязать как нам надо делать убавки вот и сколько петель должно здесь остаться значит петли рукава мы по не поднимаем со вспомогательной нити и плюс там еще будут петли подреза длина рукава у нас 18 сантиметров из них 4 сантиметра манжет он вяжется резинкой значит 18 минус 4 останется 14 сантиметров надо провязать лицевой гладью плотность вязание 2 2 и 2 2 2 петли и 3 и 2 десятых ряда значит величина запястья у нас 13 сантиметров это примерно 26 петель значит сколько рядов надо провязать мы умножим высоту рукава 14 сантиметров на плотность 3 и 2 десятых ряда у нас получается мы должны провязать 44 ряда значит возле оката рукав 52 петли возле запястья 26 значит останется 26 петель из них минусуем 10 петель которые мы убавим прям перед самой резинкой вот останется 16 петель убавки мы будем делать с двух сторон по этому количеству петель мы 16 до разделим на 2 у нас получится 8 петель значит каждой стороны нам нужно закрыть по 8 петель 44 разделить на 8 значит мы будем закрывать в каждом пятом ряду по одной петле с двух сторон по одной петли с одной стороны одну петлю с другой стороны так как у нас рука вяжется в круговую значит мы будем делать эти убавки 2 рядов через одну петлю лицевой смотрите я провязала здесь 6 рядов платочной вязкой вот но я не довязала две петли сейчас я эти две петли сделаю бабочку вправо для этого я их переодену и провяжу две вместе лицевой с наклоном вправо затем у меня идет нижней значит вот этот вот середина рукава до начала ряда одну петельку я вижу лицевой а две петли я переодеваю таким образом и вяжу две петли вместе с наклоном вправо влево то есть влево значит здесь вправо а здесь влево и далее вижу петли лицевой гладью значит я сделала убавку сейчас получается у меня в шестом ряду следующий я буду убавку делать в четвертом ряду то есть допустим в конце 4 вот здесь да и в начале 5 вот для того чтобы не забыть сразу я делаю убавки вдоль срединного среди на линии рукава значит по нашим расчетам и вяжем самостоятельно таким образом чтобы у нас значит провязав 14 это 14 сантиметров у нас количество петель должно быть 32 вот здесь перед резинкой вяжем самостоятельно так я рукав провязала на высоту значит 15 сантиметров у меня только значит лицевая гладь чуть-чуть по длине я сделала плюс еще вот сантиметр даже больше это вот платочная вязка значит где-то 16 все теперь мне нужно делать вязать резинку перед резинкой значит я буду делать вывязывая резинку делать убавки так значит смотрите вот это начало ряда перемещая его поближе сюда чтобы видеть где у меня начала ряда так значит мне нужно убавить 10 петель если хотите меньше значит чтобы не узкий был до это самая резиночка манжет то меньше убирайте значит я лицевая изнаночная лицевая раз у бабочка изнаночная лицевая изнаночная так следующий ряд вернее спица так там закончили изнаночные значит здесь лицевая идет и мы здесь делаем 2 вместе это вторая убавка у нас дальше идет изнаночная лицевая изнаночная так 3 убавка сейчас будет лицевая изнаночная лицевая изнаночная четвертая убавка лицевая и здесь изнаночная заканчиваем значит мы сделали здесь 4 убавки с этой стороны мы тоже должны сделать 4 убавки закончили изнаночные значит следующее у нас лицевая 3 вместе лицевой это пятая убавка изнаночная лицевая изнаночная 2 вместе лицевой это 6 убавка изнаночная лицевая изнаночная изнаночная 6 убавки сделали и еще 2 у бабочки нам надо сделать на четвертый спицы так 2 вместе лицевой седьмая убавка так изнаночная лицевая изнаночная и восьмая убавка вот так изнаночная так и здесь будет у нас 9 убавка так так я сделала убавки теперь я вижу резинкой один на один вижу тем же номером спиц но более плотно можно перейти даже на более на меньший размер спиц чтобы врезание было плотным более плотным манжет был значит вяжем самостоятельно на высоту 4 сантиметра резинка один на один и потом у нас будет закрытие резинки с помощью иглы вяжем самостоятельно я привязала резинку на рукаве на мажете на высоту три с половиной сантиметра и провязала еще два ряда пол резинкой для того чтобы сделать закрытие красивым теперь значит я отрезала нить где-то длиной сантиметров 40 может быть 45 и сейчас я буду делать закрытие саму вот она состоит из нескольких всего движений нужно их просто запомнить снизу вверх входим значит закрытие начинаем с изнаночной петли если у вас первая лицевая просто провяжите ее вот смотрите в изнаночную петлю снизу вверх вхожу подтягиваю дальше беру полупетлю которая на спицы лицевую полупетлю которые следующем не будет провязываю верни прошиваю да и еще одно движение сверху вниз тоже изнаночную эти две петли мы можем скинуть дальше в изнаночную вхожу снизу вверх затем нахожу полупетлю лицевую вот она и следующую полупетлю лицевую и вхожу в изнаночную сверху вниз 2 петли скидываю опять значит вхожу в изнаночную снизу вверх нахожу лицевую полупетлю вот она и вот здесь лицевую полупетлю соединяю их и опять в изнаночную сверху вниз вот здесь уже красиво получается так продолжаем в изнаночную снизу вверх лицевую полупетлю еще и соединяю с лицевой полупетлей которая на спицы вхожу в изнаночную сверху вниз две петли скидываю вот какой красивый валик у нас получается значит смотрите все петли закрываем встречаемся вот здесь я покажу как закрепить кончик и спрятать нить так я весь манжет закрыла и теперь мне надо вот эту петлю соединить с изнаночной и вывести на изнаночную сторону так соединила теперь мне надо здесь таким образом закрепить эту ниточку и спрятать ее вот эти есть наверное я отрежу эту нить вот смотрите что получилось после вытого здесь все выравняется будет очень аккуратно значит один рукав мы связали 2 рукав мы вяжем тоже так же набираем петли подрез и так далее итак друзья мои наш кардиган связан вот он полностью не умещается наше видео мое видео да но вы можете посмотреть вернуться в начало и посмотреть как он сидит на куколке и значит просто кардиган в раскладке там будет значит смотрите капюшончик здесь идет у нас пола резиночка то есть мы здесь можем вдеть шнурочек дальше очень красивая у нас кетлевка идет по горловине линии реглана рукава которые значит резинка закрывается с помощью иглы итальянским способом эластичная очень вот значит вот здесь двойная кромочная видите утолщена слегка край дальше кардиган очень красиво сидит у нас азиатский росток мы спинку удлинили на два сантиметра но здесь это даже не видно вот это видно вот здесь вот посмотрите то есть у нас спинка длиннее переда вот у нас спинка вот у нас перед на два сантиметра как мы намечали росток два три сантиметра два с половиной сантиметра дальше что у нас еще красивое аккуратное закрытие низа пуговки петелки для пуговок все это очень хорошо сделано так теперь по размерам значит как я говорила мы обязательно делаем кардиган со свободным облеганием для чего это нужно для того чтобы ребенку не было чтобы он был нормального размера чтобы он был не тесный значит смотрите по передаю спинки у меня ширина 30 сантиметров значит исходная у меня ребеночек даже у него бедра 50 сантиметров до обхват бедер здесь у нас будет 60 сантиметров то есть 50 ой 30 перед и 30 спинка длина рукава по внутреннему шву 20 сантиметров 20 сантиметров вот измерила я на куколку с размерами ребенка 3 6 месяцев даже вот мы будем подгибать значит длина изделия я мере от начала спинки до низа 35 сантиметра дальше наш капюшончик он тоже хорошо очень сидит на ребенке так 18 с половиной сантиметров глубина капюшона самой широкой части даже 20 сантиметров до то есть достаточно глубокий кардиган достаточно в общем-то просторный чтобы ребенку не было в нем тесно вот так такой кардиган и связали если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления и меня зовут ирина и вы были на моем канале спица крючок и фантазия всего доброго до новых встреч